МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня суббота, 27 апреля. В эфире новоуральской вещательной кампании информационная программа «Объектив» в студии Елены Мельникова. Я и мои коллеги расскажем вам о последних событиях. Коротко о главных темах выпуска. Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в Южном районе. Более 2000 случаев укусов клещей зарегистрировано в Свердловской области за месяц. Космос перезимовал. Специальная комиссия проверила, как отстоял зиму игровой комплекс в Автозаводском районе. Славим человека труда. В музейно-выставочном центре чествовали горожан, которые отличились в своей профессиональной деятельности. Учреждения дополнительного образования Новоуральска подводят итоги года. В ЦВР прошел концерт, завершающий этот сезон. Вместе поем о победе. Мы продолжаем совместный проект Новоуральской обещательной кампании и учреждений культуры города, посвященный 9 мая. Начнем выпуск с тревожных новостей. Вчера в 11-м часу ночи в доме номер 115 по улице Ленина произошел пожар. Возгорание случилось на балконе одной из квартир на третьем этаже. По прибытию новоуральскими огнеборцами было установлено, что существует угроза распространения огня на выше расположенные этажи, а внутри квартиры находятся люди. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных подразделений спасены два человека – хозяин квартиры 1974 года рождения и его супруга. Оба в тяжелом состоянии, с ожогами различной степени тяжести, госпитализированы в приемное отделение ЦМСЧ номер 31. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Также повреждены окна балконов двух квартир, расположенных рядом. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. К другим темам. Годовой отчет об исполнении бюджета новоуральского городского округа за 2023 год был представлен участникам публичных слушаний. Подробнее мероприятие в сюжете Антона Сапогова. На заработную плату работников бюджетной сферы в 2023 году из бюджета направлено 3,4 миллиарда рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Также увеличены фонды оплаты труда ряда категорий работников муниципальных учреждений почти на 11% вместо запланированных 4,5%. Финансовая система новоуральского городского округа по цифрам отчета находится в благополучном состоянии. Финансовая система округа продемонстрировала свою устойчивость и прочность. Все бюджетные платежи, все существующие обязательства перед работниками бюджетной сферы по зарплате, социальным пособиям и социальной поддержке населения выполнены. Формат публичных слушаний предполагает выступление любых граждан по заявленной теме. В этот раз выступавшие представители учреждений и организаций одобрили отчет и выразили благодарность за то, что в минувшем году им из бюджета выделяли средства на разные полезные цели. Есть учреждения, которые долго добиваются решения того или иного вопроса. И, допустим, в этом году это свершилось. Естественно, они благодарят и Думу, которая принимает решение администрации, которая в том числе притворяет жизнь путем выделения средств через ГРБС на муниципальные учреждения. Несмотря на общий одобрительный тон, в каких-то выступлениях участников слушаний проскальзывают просьбы и пожелания, адресованные муниципальным властям. Эти пожелания тут же берут на карандаш для дальнейшей работы. Антон Сапогов, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. В Свердловской области наблюдается всплеск активности клещей. За месяц в регионе зафиксировано более 2000 случаев укусов, что значительно превышает статистику прошлого года. В связи с этим медики настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, чтобы избежать тяжелых последствий заболевания. На данный момент в Новоуральском городском округе от укусов клещей пострадали 94 человека, включая 27 детей. На сегодняшний день в городе есть вакцина от клещевого вирусного энцефалита для детей с 3 лет и взрослого населения на платной основе. Обратиться для вакцинации необходимо в прививочные кабинеты городской и детской поликлиник в часы работы. И помните, в случае укуса клеща необходимо срочно обратиться за медицинской помощью для его удаления и решения вопроса о необходимости проведения экстренной профилактики клещевых инфекций. Взрослым в городской травматологический пункт, расположенный на первом этаже хирургического корпуса или в хирургический кабинет второй поликлиники в часы работы, либо в приемное отделение хирургического корпуса, который работает круглосуточно. Несовершеннолетним – в детское приемное отделение, которое расположено в инфекционном корпусе. График работы круглосуточный. Славим человека труда. В преддверии 1 мая и Всемирного дня охраны труда в музейно-выставочном центре чествовали горожан, которые отличились в своей профессиональной деятельности. Им вручили награды разных уровней. Подробнее в сюжете Анны Акрамовой. На Уральску есть кем гордиться. В год 70-летия города и 75-летие Уральского электрохимического комбината прошла церемония чествования лучших представителей разных профессий, информация о которых размещена на стенде «Славим человека труда». Это 16 заслуженных новоуральцев, которые внесли значительный вклад в развитие Атомграда. А всего награды различных уровней получили около 50 гаража. К примеру, Андрей Андрухович – тренер детской спортивной школы. За активную плодотворную работу и личный вклад он награжден благодарностью Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности. В профсоюзе Андрей Андреевич уже 58 лет. 50 лет назад, когда сюда пришел, мы все дружным, большим коллективом, кедром ходили на демонстрацию. Праздник остался в душе для людей. А для Татьяны Олешковой, педагога 57-й школы, вручение благодарственного письма администрации Горнозаводского управленческого округа стало приятной неожиданностью, как и для Марины Сорокиной, председателя первички школы села Тарасково. Ей вручили грамоту от Организации Федерации профсоюзов Свердловской области. Сегодня я очень счастлива и горда, что получаю такую награду. С первого же дня я вступила в профсоюз, и я поняла, что только там настоящая жизнь. Я уже в школе работаю 33 года. Своим трудом и своими коллегами обязательно горжусь, потому что мы делаем неоценимый вклад в дело развития и воспитания подрастающего поколения. В канун Первомая стала доброй традицией чествовать людей труда, жителей Новоуральска, талантливых, неравнодушных, профессиональных, которые искренне любят свою малую родину. Отличившимся в труде горожанам вручили благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области, Горнозаводского управленческого округа, главы Новоуральского округа, Думы, Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности и другие знаки отличия. Я не сомневаюсь, что очень много тех, что каждый день, как сказано было выше, честно, добросовестно, искренне, созидательно трудится на своем месте во благо себя, своего города, Новоуральска и страны. Поздравляю вас с этим праздником. Хотелось бы пожелать вам счастья, здоровья, любви ближних, уважения дальних, чтобы все у вас в жизни складывалось только на положительных эмоциях. У нас город-труженик, у нас далеко не город-рантье, и кто бы у нас не были учителя, врачи, работники комбината, предприниматели, строители, это все пролетарии в чистом виде, с утра до ночи на работе. С чем вас и поздравляю. Счастья, здоровья и хорошо огулять, все эти праздники отметить. Церемония вручения наград «Славим человека труда» это хороший повод сказать спасибо всем тем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие и процветание Новоуральска. «Славим человека труда вот такого формата мероприятия мы проводим впервые. Проводим мы его совместно с администрацией Новоуральского городского округа. Первомай – это же мир, труд, май. И как ни перед первым маем говорить еще и еще раз слова, благодарности людям за их труд, за их вклад в развитие вообще предприятия, города». Накануне первого мая настроение у всех было празднично, а атмосферу торжества для гостей создавали коллективы Дома культуры Новоуральский. Анна Аграмова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Уже в эти выходные мы встретим День весны и труда. Напомним, в этом году в Центральном парке культуры и отдыха с 14 до 16 часов пройдет праздничный концерт. Отметим, что с 12 до 17 часов 1 мая будет ограничена продажа алкогольной продукции в магазинах около парка. Границы территории вы видите на своем экране. В зону, свободную от алкоголя, попало 13 магазинов. Зима прошла, полет нормальный. Специальная комиссия проверила, как перенес холода детский игровой комплекс «Космос». Специалисты внимательно осмотрели все элементы площадки – горки, качели, карусели, лестницы и другие конструкции. Особое внимание уделялось безопасности, прочности креплений, отсутствию повреждений и износа. Космос – это не просто игровая площадка, это целый мир приключений для детей. Ведь здесь они могут почувствовать себя настоящими космонавтами, покоряющими новые планеты. С момента открытия в ноябре прошлого года площадка пользуется большой популярностью у юных новоуральцев. Для обеспечения безопасности и комфорта маленьких космонавтов комиссия провела весеннюю инспекцию этого объекта. По итогам проверки был вынесен ряд гарантийных замечаний, которые подрядчик должен устранить до 20 мая. Речь о досыпке песка на площадку, замене крепежных элементов некоторых объектов и исправлении тротуарной дорожки, которая за зиму просела. Также в этом году на площадке «Космос» по программе «Люди и города» при финансовой поддержке топливной компании «ТВЭЛ» и Уральского электрохимического комбината будет модернизирована система освещения. В период проведения выборов мы с вами в том числе голосовали за мероприятия, которые будут у нас реализованы в этом году. Жители наши проголосовали, напомню, за то, чтобы мы начали благоустройство городского пляжа, за декоративное освещение города и за приобретение автобусов для перевозки наших детей на спортивные мероприятия. В рамках декоративного подсветки города, общественных пространств будет в том числе и новое освещение на этой площадке. Весеннее обследование игровых комплексов на Уральске проходит ежегодно. Особое внимание комиссии уделяется тем объектам, на которые распространяются гарантийные обязательства от подрядчика. К таким относится и «Космос». Все оборудование работает исправно, эксплуатация хорошая, подрядчик у нас за эксплуатацией следит. Есть небольшие замечания по эксплуатации детского игрового комплекса, но большинство из них связаны, конечно, с мандальными действиями. То есть дети у нас не все аккуратно относятся к оборудованию, взрослые подростки, к сожалению, причиняют вред и ущерб. К сожалению, были обнаружены сломанные элементы. Проломленная горка также не стала одного из иллюминаторов, которые украшают площадку. Самое неприятное, что эти случаи не относятся к гарантийным, и замену деталей будет проводить управление городского хозяйства за счет бюджетных средств. На площадке есть правила эксплуатации, поэтому новоуральцам стоит быть внимательными при посещении подобных комплексов, чтобы такие объекты, как «Космос», радовали всех как можно дольше. В этом году 9 мая исполнится 79 лет, как наши деды и прадеды одержали победу над фашизмом во время Великой Отечественной войны. В память об их подвиге новоуральская вещательная компания продолжает новый проект «Вместе поем о победе». «Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой, выходила, песню заводила, просягнула сизово орла, про того, которого любила, про того, чем пить наберегла». Продолжается весенний призыв в армию. С 26 апреля начали работать сборные пункты военных комиссариатов и медицинские комиссии в военкоматах. А в Центре патриотического воспитания прошло торжественное мероприятие «День призывника». Весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. По новым законам, теперь к службе вооруженных силах Российской Федерации призывают молодых людей с 18 до 30 лет. Ранее предельный возраст составлял 27 лет. Срок военной службы, как и прежде, один год. Для поддержания патриотического духа будущих солдат детско-юношеский центр устраивает праздники для будущих новобранцев. «К службе в армии, я считаю, надо относиться как к курсу обучения в колледже, либо институте, к военной подготовке. И чем проще вы к этому будете относиться, тем спокойнее для вас это время пролетит». Уже по сложившейся традиции, ребят в армию своими песнями провожает клуб самодеятельной песни «Признание». Также молодым людям дают наставления ветераны боевых действий и военный комиссар города. Отметим, что новобранцы не будут направляться для участия в специальной военной операции, а также в пункты дислокации в новых регионах. Из Новоуральска служить в армию направятся около 60 молодых людей. Хоккей – это образ жизни. На ледовой арене концертно-спортивного комплекса состоялся традиционный турнир ветеранов этого вида спорта. Новоуральские команды «Кедр-44» и Уэхэка встретились с хоккеистами из Верхнего Тагила и Верхней Салды. За игрой следила наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Юлии Балдиной. Александр Николаевич Груздев – ветеран хоккейного спорта Новоуральска. Он начал свою карьеру в команде «Кедр» еще в 1975 году и продолжал играть до 1995. Команда с его участием постоянно выигрывала и добивалась успехов. Даже после выхода на пенсию Александр не остановился и продолжает играть в хоккей, доказывая, что возраст и опыт не имеют значения, когда речь идет о страсти к спорту. Два раза в неделю прихожу. Долголетие у нас, группа здоровья есть. Это жизнь. Сейчас это ладно круглый год, а раньше, когда осень настает, уже организм требует, что-то не хватает. Лед концертно-спортивного комплекса никогда не пустует. Здесь проходят регулярные тренировки и соревнования. Например, традиционный турнир ветеранов по хоккею, который проходит каждый год в апреле. В этом году в турнире приняли участие четыре команды и впервые среди них команда ОХК. Команда «Кедр-44» – традиционная команда наших ветеранов. И потом команда «Титан», которая постоянно и регулярно приезжает к нам на этот турнир. И также мы к ним часто ездим на их турниры. Команда у нас «Верхнего Тагила» в этом году впервые участвует. Хоккей – это зрелищная, эмоциональная игра, которая связывает ребят. Все, кто играет в хоккей, все любят хоккей. Это очень зрелищно, одна из популярнейших игр в стране. Я пришел в хоккей уже, будучи в ветеранском возрасте. Поэтому для меня это сейчас все ново. Вот эти соревнования все среди ветеранских команд – это очень радует, что они проводятся. Старшие товарищи сказали, что это два раза в год на Уральске проводится. И я думаю, что я здесь буду постоянным гостем. И нас это очень радует. В упорной борьбе между командами, которые демонстрировали высокий уровень мастерства и тактики, победу одержала команда «Титан» из города «Верхняя Солда». Юлия Балдина, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. Учреждения дополнительного образования Новоуральска начинают подводить итоги года. Так, в Центре внешкольной работы прошел концерт, ставший замыкающим аккордом творческого сезона. Детские коллективы посвятили свои выступления 70-летию Новоуральска и 75-летию Уральского электрохимического комбината. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем сюжете. «Вэйт-танц» поздравляет Новоуральск юбилеем! В этот день на сцене Центра внешкольной работы выступили абсолютно все творческие коллективы. Важно отметить, что весь творческий сезон коллективы Центра внешкольной работы активно участвовали в различных конкурсах разного масштаба. Сегодня у нас своего рода отчетный концерт большой, которым мы закрываем наш творческий сезон и посвящен он юбилею нашего замечательного города. Сезон прошел очень успешно. У нас, у наших коллективов есть и международные награды, и награды региональные, и федеральные. Больше 200 мероприятий проведено в этом году Центром внешкольной работы, на котором побывало свыше 5000 зрителей. В Центре внешкольной работы присутствуют коллективы, которые богаты своей историей, а также новые перспективные группы, которые только начинают свой творческий путь. Открыть коллектив была моя давняя мечта. Центр внешкольной работы просто очень мне помог, и я за это очень благодарна, что они дали мне такую возможность, и мы есть теперь здесь. В августе месяце у нас обязательно будет набор в наш вокальную мастерскую «Резонанс». Мы ждем творческих, поющих детей от 5 до 18 лет. Концерт в Центре внешкольной работы оставил неизгладимые впечатления и эмоции в сердцах зрителей. У меня дочь танцует бэби-дэнс, так что я за него. А остальное все молодцы. Сидела, плакала и радовалась, что все это продолжается, что в детях воспитывают к искусству стремление, что они такие счастливые и дарят радость этому людям. Спасибо всем. Завершение творческого сезона не означает, что коллективы уходят на каникулы. На самом деле, наоборот, наступает время интенсивных репетиций. Ведь вскором мы сможем лицезреть их выступления на различных юбилейных городских мероприятиях. Кирилл Пантелеев, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. На этом наш выпуск завершен. Мы встретимся с вами 2 мая в эфире Новоуральской обещательной компании в информационной программе «Объектив» в 19 часов на телеканале ОТВ. У меня на этом все. Всем насыщенных выходных и до свидания. Новоуральская обещательная компания.